Все? Забрались? Смотрим. Значит смотрите, пневматическая селка из ПМУ-3. Чем интересна эта штука? Принцип действия ее немножко отличается от селки, которую вы снимаете с СССР-6, и стандартные селки, у которых в приводах раучек органов осуществляется. Здесь тоже самое, здесь тоже стоит кокошка, все круто, все замечательно. Но дело в чем, здесь стоит еще нагнетатель, то есть порционную давать непосредственно семена, она вот так просто сыплется валом, и все, и сыплется. Катушечку мы регулировали, но мы висело поставили. Здесь же немножко по-другому происходит. Чтобы нам вывести норму висела, вот здесь имеется вот такая вот катушка назад. Я вам покажу, как она выглядит изнутри. Вот здесь катушка, вот здесь стоит шкала. Видите? Вот эта шкала, вот здесь есть регулировочная таблица. Здесь есть два вида. Одна и вторая. То есть есть мелкий высив. Для самых мелких культур, там клеили, трава от Тимофеев, там какая-нибудь овощи, там если морковочка, там мелкие. Знаете, как морковку сеете, да? С песком ее размешивают и сеют, чтобы ну хоть видно было где. Вот. А это шкала для, ну, обычной уже зерна. И, соответственно, здесь мы с вами видим шкала нормального высева, шкала мелкого высева. Шкала мелкого высева. Вот у нас нарисован микровысев. Мы закрываем ее. Вращением вот этой вот непосредственно мы с вами регулируем длину катушки. И, соответственно, мы с вами выставляем на норму высева. Норму высева, к примеру, у нас с вами будет овес, да? Овес, и нам говорят, что нам надо сделать сколько? Ну, 200 килограмм на гектар. Смотрим в плашкале, находим овес, опускаемся и ищем 200. Находим 200. О, нашли. Переводим сюда, смотрим, что длина катушки должна составлять 85 миллиметров. 85 миллиметров, вот сейчас, вот здесь стоит она на 80 где-то 2. Значит, мы ее с вами откручиваем и удлиняем тем самым катушку. Это у нас, как бы сказать, грубая настройка. Но, в принципе, в новой и новые все они все равно только грубее. После этого можно подомкратить или навески трактора поднять. Есть приводное колесо, которое вращением этого колеса. Вот здесь показано. 85 оборотов, как бы сказать, делаем. И замеряем. Когда выходит зерно, вот здесь ставим, открываем вот здесь резиночку и ведерко ставим, и оно сыпет. После этого взвешиваем. То есть провели обороты на гектарном территории. То есть, получается, 85 оборотов сделали колеса. Ну, а? Одна десятая гектара. Одна десятая гектара, да. И мы с вами это ведро после этого взвешиваем. И у нас получается 200 килограмм, ну, по простой математикой. Или там, допустим, 180. Мы с вами это можем дальше продолжать регулировать. Если нас устраивает, то есть 200 килограмм оказалось, все замечательно, больше ничего не делаем. Если же нас что-то не устраивает либо больше, либо меньше, соответственно, длиной катушки начинаем дальше регулировать. Все элементарно и просто. На ней работать одно удовольствие, если бы не одно но. Вот у нас находятся с вами сошники, которые, да. И в посев получается, что вот эти анкерные сошники, они входят в землю. И вот здесь по трубам, ну, я уже сказал, потому что там порционно давление идет у нас. И вот сюда он сыпется. А вот этим он как бы должен закрывать. Понимаете? Анкерные сошники, они сильно не заделывают. То есть глубокого посева, который нам вот для каких-то культур рекомендуют, очень сложно добиться. Поэтому мы тут уже привалили штуковинку и цепь, которая заделывает более-менее. А в сейлке, к примеру, с СС-36, где стоят уже сошники дисковые, они могут диск и поглубже опустить немножко, чтобы нам заделывать семена, либо поменьше. Вот с этими. Но эта сейлка может агрегатироваться непосредственно с дисковыми сошниками, они есть. Сколько там, Артем Юрьевич, это стоит-то? Сто двадцать, сто пятьдесят тысяч, и у вас будут стоять здесь дисковые сошники, которые, в принципе, перекроют все. Но эту сейлку в основном мы берем, потому что у нас мелкосеменная культура, мы лен, поняли, да? И вот здесь вот, потому что шкала есть микровысева, на простой сейлке СС-36 мы не сможем добиться нормы высева, ну, точной нормы высева. Это раз. Во-вторых, он будет слишком глубоко заделан. Это два. В-третьих, междуряди. У нас должно быть, вы видите, идет междуряди. У нас должно быть пять, восемь сантиметров. На СС-36 вы не добьетесь этого, у вас ровно только большое междуряди. Получается. Поэтому вот эта сейлка, в принципе, у нас... Но! На этой сейлке мы сеяли и овес, сеяли и озимую пшеницу, и все яровые, там, ничмей, и все остальное. То есть эта сейлка, ну, как, удобная для небольшого предприятия вообще достаточно. Ширина захвата у нее три метра, она идет за трактором, все заделывает свой след. И получается, даже, если заметите, по бокам даже стоят анкера, которые... Маркеры, которые показывают, где проезд и все остальное. Но мы им не пользуемся, потому что на ширине трех метров это вообще не обязательно. У нас была такая же сейлка, она называется СПУ-6, чем отличается? Вот такой вот второй бункер стоит. Ширина захвата 6 метров. Ширина захвата 6 метров. Я говорю, второй бункер такой стоит, и все. И больше там, она вообще практически нечем не отличается. То есть все одинаково. Вот. Ну, такая же рама, такие же вот это вот. Так что вот, что касаясь по этой сейлке. Какие вопросы возникнут?